Друзья, для того, чтобы нам начать изучать английские времена, нужно познакомиться с несколькими понятиями и определениями. Не хотелось бы употреблять книжных слов, однако нам придется. Такое понятие, как глагол, местоимение, существительное, артикль, неопределенный a и определенный v. Итак, поехали! Ну, начну с глагола. Например, вот приведу вам явный пример. Например, глагол выражает движение, перемещение из точки a в точку b. Например. Так, вот мы видим, человек идет. Человек перемещается из точки a в точку b. У нас есть видимые и невидимые действия. Например. Посмотрим на это дерево. Или ветки от дерева, вернее. Вы видите какое-то действие? Действия нет. Но что можно сказать об этом дереве? Какой глагол можем употребить? Можем сказать, что дерево растет. Или дерево стоит, скажем так. Стоит дерево. Глагол, который выражает невидимые действия. А также у нас есть глаголы, которые выражают не только действие, но и состояние. Например, глагол состояние, они так и называются. Например, я люблю. Это глагол состояние. Я нахожусь в этом состоянии. Или же я думаю. Значение не размышляю, а значение думаю, как полагаю. Изъявляю свое мнение, так сказать. Я думаю, полагаю. То есть думать и полагать в этом значении это глагол состояние. Я имею, это тоже глагол состояние. Я имею дом. То есть никакого видимого действия тут нет. Однако есть состояние. Я нахожусь в состоянии обладания этим домом, скажем так. Да, и кстати, говоря о глаголе думать. Я думаю, в смысле у меня в голове идет размышление, процесс. Процесс это уже не глагол состояние. Например, я думаю о том, о ком-то или о чем-то, если мы думаем, то это процесс. Например, я думаю об том, как провести мне следующий урок. В каком месте и где это сделать. То есть вот когда я так думаю, то есть у меня происходит процесс в голове. То есть это глагол процесс. Имя существительное. Что же это такое? Имя, наименование, чего-то существующего. Мы можем увидеть это. Существующее. Например. Город. Дерево. Забор. Мы также можем потрогать имя существительное. Например. Мы можем потрогать забор. Но не всегда имя существительное мы можем потрогать или увидеть. Например. Существительное знание. Можем ли мы увидеть знание? Нет. Можем ли мы потрогать знание? Потрогать знание мы тоже не можем. Но мы можем потрогать голову. Итак. Существительное отвечает на вопрос. Кто или что? Например. Кто? Человек. Что? Город. Мы разобрались, что такое существительное или имя существительное. Теперь. Какие бывают имена существительные? Имена существительные бывают исчисляемые и неисчисляемые. Посмотрите следующий сюжет для того, чтобы понять, что же такое исчисляемые и неисчисляемые существительные. Ну что такое исчисляемые и неисчисляемые существительные? Те существительные, обозначающие что-то, что можно считать, исчисляемые существительные. Например, одна белка, две белки, три белки, четыре белки. Друзья, ну вот скажите мне, такое существительное, как деньги, исчисляемое или неисчисляемое? Оказывается, что нет. Ну очень странно будет звучать, если мы скажем, один деньги, два деньги, три деньги, четыре деньги. То есть деньги, money, это неисчисляемое существительное. Местоимение, то есть место чего-то. Место имени, место наименования, место имения, место чего-то. То есть, например, дерево, оно, лестница, она, лодка, она, город, он, машина, она, машины, они, люди, они. Человек сзади меня прошел, он и так далее. То есть, мы можем все окружающие предметы, людей, животных заменить этими местоимениями. Я, ты, он, она, мы, вы, они, оно. Но, единственное, что хотел бы сказать, что в английском есть такое особое местоимение, эт, которое заменяет все неодушевленные предметы и животных в классическом варианте грамматики. Например, на животное мы скажем, эт, на машину, эт, на лестницу, эт, на дом, эт, на дорогу, эт, на поезд, эт, и так далее. На все неодушевленные предметы и на животных. Животные, это, кстати, есть там исключение. Об этом надо отдельно поговорить после этого эпизода. Вот, а в английском, а в русском мы говорим, она, машина, то есть, мы употребляем женского рода местоимения, он, стол. В английском это все будет эт. Так, и по поводу животных я хотел сказать. Например, на собаку мы можем сказать, чьи, она или хи, он, в зависимости от пола животного. Также мы можем сказать на яхту, она, в английском, щи. То есть, все, что нам, как бы, в чем мы души не чаем, мы, как бы, придаем этим предметам. Ну, животные, они, как бы, относятся грамматически к категории предметов. То есть, мы к неодушевленным этим существительным, как бы, даем частичку своей души, так как мы одушевляем их уже в своей голове, так как они у нас, как бы, уже носят такой одушевленный характер. И мы говорим хи на собаку или щи, на яхту мы, на нашу любимую ненаглядную яхту мы говорим щи, она. Еще какие-нибудь игрушки тут есть. Все игрушки разобраны. Или вот, скажем так. Я и Микки Маус равно... Скажем, здесь. Вот. Я и Микки Маус равно мы. Итак, что же такое артикли? На уроках русского языка в школе мы не проходили такую тему. Потому что в русском языке артиклей попросту нет. А вот в английском языке артикли есть. В английском языке есть два артикля. Эй и Ви. В этой лекции я вскользь затрону эту тему. И просто скажу, что артикли нам показывают, что далее следует существительное. Ну, например, Эскуэрл Или Белка Артикли Эй и Ви часто не переводятся на русский язык. У меня есть отдельное видео о разнице между этими двумя артиклями. Друзья, ну вот, наш урок подошел к концу. А в следующем уроке мы разберем такие понятия, как первое, второе и третье лицо личных местоимений. Когда-то, когда я еще был маленьким и не изучал и не увлекался изучением языков, для меня всегда это была загадка, что такое первое лицо, второе лицо и третье лицо местоимений. Так вот, разберемся в этом в следующем уроке. Имя существительное. Что же это такое? Имя, наименование чего-то существующего. Это существующее может быть видимым и невидимым. Мы можем его потрогать, а может... А может... А не... А можем и не можем. Хе-хе-хе. Окей. Еще. Друзья, поговорим об ос... Друзья, поговорим об основных... Друзья. Сейчас машина проедет. Друзья. Друзья.